Целью называется та формулировка, которая отвечает критериям SMART. Всем знакомо? Так, я просто туда, чтобы мы понимали, я могу сейчас скользь пройти, а могу чуть поглубже. Как сделать лучше? Поглубже. Поглубже, хорошо? Побольше. Побольше. Итак, для того, чтобы мы формулировку, любую формулировку могли назвать целью, эта формулировка должна отвечать следующим критериям. Сокращение английских слов, они любят всего так сокращать. SMART с английского получается мудрый, умный. Если на русский переводить, то это будет следующее. Специфик конкретный, measurable измеримый, achievable достижимый, reliable. Table, подходящий, time bomb, время. Сейчас по каждому из этих пунктов мы пройдемся. Итак, формулировка «хочу хорошую машину» не является конкретным. Формулировка «хочу выучить английский язык» не является конкретным. Формулировка «много зарабатывать», «хорошо жить» – вообще абстрактная формулировка. Поэтому первая задача при постановке целей – конкретизировать, что именно подразумевается. Но вернемся к машине. Какая именно машина, в какой комплектации, в какой марке, с каким двигателем, за какую стоимость. По сути дела у нас получается, что когда мы конкретизируем, мы начинаем описывать характеристики. Характеристики той цели, к которой мы двигаемся. То есть вот когда я вижу, как продажники общаются с клиентами, они в основном про характеристики говорят. То есть это компьютер. Быстродейственный, легкий, синего цвета. А когда начинаешь к целям переходить, что-то про характеристики все равно все забывают. Соответственно, самым хорошим образцом, конкретной целью является не формулировка «хочу жить в хорошем доме», а вот планировка этого дома. Что это сколько-то квадратных метров, двухэтажный, здесь туалет, джакузи, ванна. То есть это становится конкретным. Когда мы хотим, чтобы у нас был лучший отдел в компании, абстрактное понятие, а когда мы говорим, что отработка входящих звонков и получение ответа от клиента за 48 часов, либо следующее, то что выдавать кредитов в месяц не 120, а 180, при этом снизить уровень невозврата с 5% до 4, и вот по этим параметрам отдел становится лучше. И вот первый шаг при формулировке. Цель должна быть конкретной. Понятно объяснил? Либо надо что-то еще? То есть хочу хороший дом, не цель. А дом такой-то планировки, это цель. Хочу хороший автомобиль, не цель. Хочу фольксваген, зигуан, 2 литра с турбиновым двигателем, полнопривод, без коробки автомат, а с ручной? Это цель. Это конкретно. Второе. А для чего? Может быть это только момент для достижения? А это было 5 минут на 2? Не, не, просто все эти цели, они ведут к чему-то. Да, да. И мы сейчас будем говорить. То есть есть цель, а есть видение, а есть миссия. Ну, у нас просто не стоит задачи так глубоко копаться. Потому что для этого делаются отдельные выездные коучи-сессии совсем коллективно, ну, чтобы подняться. И не всегда они нужны. Иногда нужно вниз спуститься, чтобы потом подняться наверх. И я в основном с клиентами сначала вниз спускаюсь. Потому что придумывать стратегии, самое глупое занятие, если делать это в кабинете. Надо идти в народ, надо идти в клиенты. И там прогреть это все. Итак, второй критерий. Цель должна быть измеримой. Измеряться цель может в любых единицах измерения. В карандашах килограммы на километр, либо тонны на километр, если у нас это грузоперевозки. Это может быть количество стулья, время и так далее. Но самый оптимальный вариант измерения это деньги. Не всегда и не везде подходит. Потому что для сердцебедения он деньгами не измеришь. То есть все-таки пульс. Количество удара. Но в большинстве случаев, если мы говорим про бизнес, то деньги являются универсальным инструментом измерения. И здесь работает такой принцип. Если вы не измеряете, вы этим не управляете. Если у вас нет системы измерения, вы не можете управлять ни объектом, ни людьми, ни работой и так далее. И у цели должны быть конкретные показатели, по которым вы отсматриваете, что я либо двигаюсь к цели, либо я в сторону хожу. То есть правильно ли я понимаю? Создание, например, отдела продаж, который должен в день эффективно продавать два товара. Цель будет продажи? Да, конкретная цель. Конкретный продаж, например. А дальше будет какой объем продаж в месяц. А дальше пишется, как это достигается. Для этого используются люди наемные, либо сайт в интернете и так далее. Чуть по-другому. То есть здесь будет еще надцель. То есть у нас же нет, мы же создаем отдел продаж не ради самого отдела продаж. Поэтому вот сюда мы уйдем. То есть надцель. Следующее. Цель должна быть достижима. Есть очень серьезное разочарование, когда мы ставим себе цель. Прыгаем на нее, прыгаем. Раз, прыгнули. Два, второй, третий. На петлю не допрыгнули. И все. Руки упали, ноги повисли. Поэтому цель нужно так ставить, чтобы вы их могли достигнуть. Чтобы они были в зоне вашего стерка. Ближайшего развития. Я часто встречаю людей, которые проходят там. Курсы личностного роста. Когда им задают такие цели. И многие люди просто ломаются. Потому что настолько широко шагают, что рвут не только штаны, но и пятую точку. А оптимальным является видеть этот горизонт. Должно быть видение. Но в ближайшее развитие вот этот шажок. Если я живу в студенческом общежитии, то ставить себе цель и стремиться во все, что там... Выполнить цель построить домик на берегу Лазурного моря, это то, что порвет человека однозначно. А вот купить комнату коммуналки, это более-менее достижимо. После коммуналки однокомнатную квартиру, еще более достижимо. Ну, там, следующий шаг достижим. Дальше двух комнат, трёх. И через определенное время появляется возможность, в частности, купить домик на Лазурном берегу. Соответственно, вот здесь очень важное умение менеджера, руководителя, декомпозировать цель на шаги, которые вы можете преодолеть. Но здесь я хочу еще такой акцент сделать, об этом мало где говорится, но, тем не менее, это сплошь и рядом. Есть два разочарования. Первое разочарование от недостижения цели, а второе разочарование от достижения цели. То есть, вот такое сложное существо человек, что не достиг, разочаровался, достиг, разочаровался. А люди, которые достигли цели, они, как правило, заканчивают жизнь самоубийством, либо социальным самоубийством. То есть, они просто не хотят. Ну, как бы всё достиг, что дальше? и по социальной лестнице. Те люди, которые такие яркие, которые достигли своих целей, это Хомингуэй, Джек Лондон, которые 40-45 лет достигли очень серьезных высот, признаний и так далее, а дальше не были. Дальше цель достигнута. С этим часто связано, говорят, что вот это кризис среднего возраста и так далее. Какое вам предложение? Должна быть цель декомпозирована до достижимых, то есть таких небольших в зоне его ближайшего развития, и при этом должна быть цель, можно ее назвать видение, либо я еще говорю, что любая цель должна лежать за границами жизни. То есть человек уже умер, а цель еще не достигнута. И чтобы вам было понятно, примеры таких целей, например, Генри Форд, цель которого была, чтобы все люди на земле ездили на автомобилях. Скажите, пожалуйста, сейчас эта цель достигнута? Ну, не все еще люди ездили. Экспо не хочет. Там в Африке, да, люди еще нет, в Индии и так далее. Но вот эта цель, она выстроила все его планы, действия и так далее в очень четкую структуру. Именно поэтому он покупал рудники и занимался добычей железной руды. Именно поэтому, чтобы руда доставила на заводы, он был владельцем одним из крупнейших железных дорог. Именно поэтому он создал конвейер, чтобы производить массовый товар. То есть вот эта цель за рамками жизни она его тащила. Это уже мечта. Ну, и видение. Все-таки мечта это то, что как бы приятно смотреть, я не знаю, как достичь. А это все-таки вектор направлений. С другой стороны, я не хочу ни в коем случае реализировать Генри Форда, потому что у него была масса ошибок. И одна из крупнейших ошибок то, что он был в определенной возрасте не гибкий. То есть когда он говорил, что вы можете купить любой автомобиль, если его цвет черный. А, вы можете купить автомобиль любого цвета, если он черный. В результате своей датокосности он не увидел, что при насыщении рынка люди хотят разнообразия. И из-за того, что он это не видел, появилась General Motors, которая выпустила не одну модель, а пять. Еще в трех цветах. Тем самым, забрав рынок у Генри Форда и очень сильно откинув, и до сих пор компания не может вернуть свои лидирующие позиции. Но вот его пример очень хорошо иллюстрирует, что вот с одной стороны цель должна быть недостижимой, должен быть навык две композиции этой цели на достижимое. И здесь вот, кстати, может быть даже предостерег по поводу мечтания, особенно эти все фильмы «Секрет», «Визуализация» и так далее. Здесь принцип простой. Если вы сидите на диване и визуализируете миллион долларов и ничего не делаете, ну не упадет миллион долларов с ним. Здесь вот ключевое действие, вот нужно действовать. Здесь других вариант возникает. Либо мне нравится, я хочу сделать бизнес, чтобы в нем не работать. Пассивные источники дохода. Классная сказка, но не реализуемая. Любой бизнес требует внимания владельца. Да, вы можете дистанцироваться, вы можете стоять на него час-два в день, но присутствует ему. Поэтому большинство народов в бизнесе не работает. Что хотели, то и получили. Визуализируем. Поэтому бизнес – это тяжелая вещь, и в нем надо работать. И вот эти сказки, то, что есть пассивный доход, нет его пассивного дохода. Ситуация меняется настолько быстро, что нужно быстро перестраиваться со своим доходом. Лучше иметь там десять источников, чтобы один умер, девять осталось. Двое умерло, восемь осталось. Это чуть-чуть из другого семинара. Я не меня вспомнил. Как он называется? Это вот как раз вот. Вот этот сейчас кусок очень мощно идет именно к регулярному менеджменту для управления. И так, следующее – Reliable. На русский язык она переводится как-то немного коряво. По-разному я выбрал слово «подходящее». И чтобы вы поняли эту идею, возьмем для примера, есть рука, есть перчатка. Если перчатка на два размера меньше, вы одеваете и она у вас вот так, да? И как-то неудобно писать, суп мешать, коробку передач переключать и так далее. Это когда цель меньше вас, ваших способностей. А есть другой вариант, когда берете перчатку на два размера больше, одеваетесь, у вас пальцы вот здесь торчат, сгибается и вот так ходите, и у вас упала, потерялась. И, то есть, перчатки не подходят под вашу руку. Есть такой вариант, что цель не подходит под вас. То есть, вы в течение жизни сделали определенные поступки, определенные действия, и они вроде бы разнонаправлены, но имеют такой-то общий вектор. И необходимо, чтобы цель совпадала с течением вашей жизни. Ко мне приходит моя знакомая и говорит, я хочу пойти на бухгалтерский учет. Я говорю, отлично, молодец. Узнаете, да? А тебе зачем? Ну, вот это. Пять китайских почему? Ну, я хочу лучше разбираться в личных финансах. Очень странно. Для этого не в бухгалтерии нужно заниматься курсами по личных финансах. Нет, я хочу разбираться в бухгалтерской отчетности, в этих балансах. Ты планируешь инвестировать деньги, что ли, куда-то? Что-то так анализируют? Нет. Хочу просто разобраться. А ты вообще чем занимаешься? Я художник? Я говорю, ой, дорогая. Слушай, вот эта цель вообще поперек всех твоих лекторов. Пустая трата времени бесполезна. В результате она пошла, отучилась полгода. Через полгода все это было успешно забыто, потому что если вы не практикуете в бухгалтерском учете, законы меняются настолько часто и быстро, что без практики вы это все делаете. И задача бухгалтерского учета фискальная есть. Задача бухгалтера начислить налоги. Даже управленцы не могут использовать бухгалтерский учет для управленческого учета. Для этого отдельно отрасль управленческий учет. Либо бюджетирование еще там есть. Которые отдельно от бухгалтерии вообще растут. Да, данные могут быть исходящие одни. Но не для кого не секрет, для одного, там у нас не только камер стоит. То есть не вся информация проходит через бухгалтерию. Поэтому ваша цель должна совпадать с вашим вектором общей жизни. Она должна подходить вам, быть подходящей, релайкой. Когда они тоже говорят, я хочу учить английский язык, я говорю, отлично, ты хочешь начать работу в иностранной компании? Нет. Потому что ты хочешь путешествовать? Чаще одного раза в год не могу. И то это будет не Англия, а Испания, Италия. Но это тогда смысл не имеет. Вот я хочу эрудицию свою повысить. Вот когда тут люди хотят, и у них английский язык не учатся. А вот когда есть четкая задача начать работать с иностранцами, вот когда сразу быстро это все. Итак, последний пункт. Для многих он является очень важным. То, что у вашей цели, у вашей, может даже, у инспектора цели, должна быть дата смерти. То есть должно быть начало, и дата должен быть конец. Если вы не ограничивались в свою работу времени, то сколько бы вы времени не выделяли, у вас эта задача будет заниматься. Я специально производил эксперимент. Давал задание сделать отчет за два дня и за две недели. В том и другом случае результат был одинаковый. Но как ты уже делал две недели, устали. Измотались бедные. Шлифовать все данные отчеты. При этом не было такого, ну мы все сделали, забирай. Нет предела совершенства. То есть хочется информации много в интернете, много чего можно внести и так далее. Поэтому у цели должна быть конечная дата. И причем в таком режиме. Если я к этому моменту не достигаю этой цели, я ей больше не занимаюсь. Я признаю, что я не достиг. Я признаю поражение. И ставлю себе новую цель. Может быть даже другие векторы. У меня была сотрудница, которая отлично работала. Выполняла все задания. Но у нее была маленькая-маленькая такая погрешность. Она всегда опоздала на финансменке. А была у нас такая система, что мы отчеты формировали к четырем часам. И потом четыре часа приезжал курьер, забирал отчеты и уезжал. Соответственно было сказано так. Оля, вот здесь вот четыре часа должен быть отчет. Если ты приносишь 4.02, то здесь мусорное ведро. Вот туда нужно выйти. То есть он мне уже не нужен. Потому что у курьера свой график. Он заходит, забирает и уходит. Он сжать не может. Потому что иначе другие офисы. И когда я объяснил, что будет с отчетом за опоздание две минуты. То есть отчет лежал без десяти. Вопрос возникает. А что ж я не стал... Курьер приедет в 15.30. Вот ты должна... Почему я так ей не стал говорить? Ваше мнение. Я ж мог так сказать? Просыпайтесь. Ну у нас она будет просто сильнее обычных цифр. Ну смотрите. Я ж мог бы ее ввести заблуждение и сказать, что дорогая курьерка едет в 15.30. И просто рассчитать, что обычно она на 15 минут опаздывает. Но точно уж к четыреху с день. Дату смерти целями обозначим. Да, ей обозначат. И там знаете, что очень важно? В работе с подчиненными. Ни в коем случае нельзя обманывать своего подчиненного. Почему? Потому что она реально потом увидит, что он приезжает к 16 часам. И в следующий раз она будет готовиться к 16, а потом с опозданиями на 15 минут. А раз я ее обманываю, значит я ей не доверяю. Если я ввожу ее в заблуждение. А вообще есть такое определение, что обман – путь войны. Вот если я воюю со своими сотрудниками, я их начинаю в 15-30. А если я хочу развить способность, осознанность профессионализм, то я буду все-таки говорить им конкретные, четкие цифры без обмана. Это очень важный момент. Потому что в большинстве случаев мы своих сотрудников обманываем. Не надо их обманывать. Даже ради благих целей. Потому что обман – путь войны. Хорошо. И соответственно наши формулировки должны отвечать этим критериям, чтобы мы назвали их целям. Соответственно отсюда второе домашнее задание. Сформулировать для себя и выложить в социальной группе цели на этот тренинг, на этот семинар.